Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим об угрозе возникновения конфликта с применением ядерного оружия. У нас в гостях Буат Куджбаевич Султанов, историк. Здравствуйте. Здравствуйте. Из последних событий, от которых можно оттолкнуться в качестве информационного повода, это заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Германия, находящаяся на ее территории ядерное оружие, в случае войны с Россией может применить сама. И после этого, конечно, возникли всякие реакции, например, ИО немецкого министра обороны Маргарет, прошу прощения, такая сложная фамилия, Крамп Карен Бауэр. Она говорит, спасибо, не надо, то есть как-нибудь мы без этого. А со стороны, нет, нет, берите, берите, используйте. Вот вопрос, ситуация с правовой точки зрения, то есть получается ядерное оружие американское на территории Германии. И руководитель НАТО, он сам норвежец, говорит, если что, используйте. Вопрос, например, почему со стороны России нет заявления вслух, что, ребята, если вы используете американское ядерное оружие, то мы, кроме Берлина, ударим еще и по Вашингтону. Вообще даже истерики нет в российских СМИ, что для меня, как для журналиста, очень знаково. Это говорит о том, что большие люди после этого стали вести закулисные переговоры, спрашивают друг у друга, что вообще происходит? Интересный вопрос, но мне кажется, смысл всего заключается в том, что никто не будет применять ядерное оружие вообще. И когда мы говорим о противостоянии между Западом с одной стороны, Россией и Китаем с другой стороны, обе стороны понимают, что ядерной войны никто не желает и не может начать эту ядерную войну, потому что это будет самоуничтожением. Это понимает в Вашингтоне, это понимает в Пекине и это очень хорошо понимает в Москве. Поэтому то, что Столтенберг говорит, это, мне кажется, он исходит из того критического состояния, в котором он сейчас находится. А критическое состояние его заключается в том, что Вашингтон принял решение перенести центр тяжести из Атлантики в Индо-Тихоокеанский регион. И то, что сейчас там создается два блока, вот этот пресловутый Аукус и пресловутый Куат, это говорит о том, что Нью-Йорк, Вашингтон принял решение европейские дела передать Европейскому Союзу. Дескать, вот вы теперь эти вопросы решайте, а у нас, поскольку главный противник это Китай, мы сейчас будем туда перетягивать силы. Причем, вот обратите внимание, мы недостаточно внимательно отслеживаем так называемый англосаксонский мир. Посмотрите, когда дело доходит до того, чтобы поднять градус напряженности в Европе, на первый план выходят англичане. Когда встает вопрос о создании такой вот усиления группировки вооруженных сил Винда в Тихоокеанском регионе, то на первый план опять выходят Англия, Австралия и Соединенные Штаты Америки. Поэтому я хотел бы и вас успокоить, и успокоить телезрителей, что ни о каком ядерном конфликте речи быть не может, но противоречие между или внутри этого треугольника Россия, Китай и Соединенные Штаты Америки, противоречие будет выливаться в региональные конфликты, в локальные войны. И поэтому сейчас задача заключается в том, чтобы отвлечь внимание России максимально на Европейский театр военных действий, не дав ему возможности оказывать какое-либо практическое содействие Китаю в случае гипотетического столкновения интересов Китая и англосаксонского блока в каком-то локальном месте. Поэтому вся эта шумиха сейчас заключается в том, чтобы поднять градус напряженности в СМИ. И я думаю, что в Москве прекрасно это понимают. И когда, например, английский министр обороны заявляет, что он перебрасывает бронетанковую бригаду на территорию Германии, для того, чтобы противостоять агрессии со стороны России, ну это же смешно. Когда они же сами говорят о том, якобы, что на территории России, на границе, на территории России, причем, на границе с Россией, с Украиной сосредоточена статысячная группировка. Причем эту группировку можно нарастить. Все понимают, ну что такое танковая бригада, или что означает, например, заявление министра обороны Польши, что они перебросят две танковые бригады на границу с Белоруссией. Это чистейшая воды блеф, это чистейшая воды попытка отвлечь внимание населения стран Европейского Союза от ковида, отвлечь внимание населения от тех внутренних проблем, которые Брюссель решить не может. Это расслоение, это отсутствие возможности оказать помощь больным людям. И вот сейчас, я думаю, в связи с надвигающейся с Южноафриканской республики новой напасти, нового штамма ковида, будьте уверены, средства массовой информации сейчас постараются переключить внимание обывателя на угрозу со стороны России для Европы. Хотя все прекрасно понимают и в Европе, и в России, что у России нет ни целей воевать против всей Европы, и смысла нет воевать с Европой, потому что сейчас время другое, время Первой мировой войны, время Второй мировой войны, время необходимости территориальных захватов прошло, потому что нужно кормить будет население. Кто согласится сейчас кого-то взять себе и потом кормить население, выслушивая обвинение в том, что его недостаточно высоко кормить. Поэтому то, что Столпер говорит, во-первых, это не имеет юридической силы, ядерные силы США не подчиняются НАТО. НАТО — это такая, знаете ли, бюрократическая структура, которая создана для, скорее, психологического давления на Россию. А военные контингенты США подчиняются Верховному главнокомандующему войск США в Европе. И они будут выполнять приказ только его. Столтберга даже не пустят, близко не подпустят к ядерной кнопке. Поэтому Германия, конечно, давным-давно старается освободиться от ядерного оружия. И когда появляются сейчас опять такие фейки о том, что надо это ядерное оружие с территории ФРГ перенести на территорию Польши, ну, кто на это пойдет? Кто на это пойдет в Берлине, в Варшаве или в Вашингтоне? Где? Или в Брюсселе? В Берлине, я думаю, с удовольствием избавятся от ядерного оружия, потому что оно им не нужно. Потому что если гипотетически представить, что начнется такая заваруха, то начнут ответ на удары наносить по тем местам, откуда были запущены вот эти вот ракеты с ядерным оружием. То есть там от Германии останется пустое место. То же самое все прекрасно понимают, что в ядерной войне ни Америка, ни Россия, ни Китай не будут победителем. Потому что ядерная война между ними — это война на самом учреждении. Но воевать до последнего солдата третьих стран — это мы большим удовольствием. Поэтому я думаю, сейчас вот вся вот эта вот кампания вокруг Украины заключается в том, чтобы заставить Украину вступить в конфликт с Россией, и там дальше пусть они воюют до последнего украинского солдата. Не жалко. Но это будет локальный конфликт. Та же самая ситуация с Белоруссией и Польшей. Не против вашингтонской стратегии, против этого. В азиатско-техокеанском регионе сейчас даже терминология поменялась. Мы раньше называли это АТР или Тихоокеанский театр военных действий, а теперь мы говорим это Индо-Тихоокеанский театр военных действий. Почему? Потому что имеется в виду объединение военных сил США, которое расположено и в Индийском океане, и в Тихом океане. И вот вам пример. Соединенные Штаты Америки решили начать строительство восьми атомных подводных лодок на верфях Австралии. Что это значит? Им будет передана сверхсекретная документация по ядерным силовым установкам и по ядерному оружию. Но... Можно сразу уточнить? Это нарушает договор о нераспространении ядерного оружия? Это нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Но когда Соединенные Штаты Америки ориентировались на международное право? Вопрос заключается вот в чем. Я вот, если вы позволите, свяжу вот с тем инцидентом... Лодка Курск? Нет, лодка не, слава богу, не Курск. Но по ней мы тоже можем обговорить. Американская подводная лодка, которая потерпела аварию не где-нибудь, а в Южно-Китайском море. То ли она напоролась на какое-то препятствие, то ли... На Кита, наверное. Да. А может быть, китайцы сбросили там звуковую... Новый такой вот слух пошел. Звуковую бомбу сбросили, а скорее всего, глубинную бомбу могли сбросить. Рядомшком. И там началась паника. Но вопрос, что делает американская подводная лодка в Южно-Китайском море. Ну, то же, что в Белом море, следит за ситуацией. Следит за ситуацией. Теперь представьте себе. Восемь атомных подводных лодок Австралии, ведь они будут предназначены не для обороны Австралии, ей никто не угрожает. Они будут брошены на то, чтобы перерезать коммуникации Китая в Южно-Китайском море, в Восточно-Китайском море и в Желтом море. То есть, перерезать в случае необходимости морские пути Китая и обеспечить блокаду Китайской Народной Республики. Прецеденты есть Куба, пожалуйста. Прецеденты есть экономические санкции против Ирана или против России. Та же самая ситуация с Курском, ведь тоже, вот вы начали этот разговор, она неоднозначна, потому что ни с того ни с сего не может произойти авария на этой подводной лодке. Опять же, когда россияне запросили данные об одной из трех атомных подводных лодок США, две американские, одна английская, что они делали в районе, который прилегает к территории России. Они там действовали. Когда Россия запросила информацию о том, какие повреждения у одной из этих подводных лодок, то ответили чем? Ответили просто отказом, без объяснения причин. Вот это вот отношение и к международному праву, отношение к правилам судоходства. Поэтому, я думаю, никакого такого атомного апокалипсиса не будет. А будут конфликты на границах России, будут конфликты на границах Китая. Тем более, у Китая очень много проблем с территориальной спорой и с Индией, и с Вьетнамом, и с Малайзией, и с другими государствами. Будьте уверены, американцы сейчас начнут, мягко выражаясь, поджигать вот эти все конфликты, отвлекая Китайскую Народную Республику на вот эти локальные проблемы. Влад Качбайович, вы все-таки исходите из того, что в руководстве государств стоят умные люди. А итальянский историк экономики Карло Чипова, автор этой диаграммы про дураков, умных, он же доказал, как бы научно, что количество дураков во всех слоях одинаковое. Ну, то есть, условно, скажем, в Алматы зеленстрой и в администрации президента их одинаково. Соответственно, в США, скажем, где-нибудь в электрической компании в Техасе и в Белом доме, и в Пентагоне тоже есть такие люди. Здесь же возможен эксцесс исполнителя. Ну, то есть, просто люди, думая, что они делают хорошее дело или что боксим, ничего страшного. То есть, Чипова, он же из чего исходит? Что умные люди недооценивают опасность, исходящую от дураков. И вот в этом плане может эксцесс исполнителя привести к атомной войне? Эксцесс исполнителя – это очень интересный момент. Я хотел бы обратить внимание, чтобы вот такого… Ну, мы привыкли проще говорить. Самый страшный дурак – это дурак с инициативой. Вот чтобы какой-нибудь дурак на какой-либо вертикали военной машины не проявил свою дурость, существует масса предохранителей сверху донизу. И без вот этой вот системы ни одного запуска произвести не могут. Поэтому я считаю, что система предупреждения от дураков она существует везде. А дураков, я согласен с вами, достаточно и в Казахстане, и в Соединенных Штатах Америки, и в России, и в Китае. Но столько было уже прецедентов, что просто невозможно запустить ядерную военную машину на полный ход, потому что наверху есть простое понимание того, что вложено в нас матушкой природы – инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения у каждого человека есть. Поэтому вот этот инстинкт не позволит начать ядерный апокалипсис. Но провокации, я гарантированно отвечаю, провокации будут. И провокации будут по периметру границ России, по периметру границ Китая. И, кстати говоря, то, что происходит, например, в мире – это и отголосок того, что Соединенные Штаты Америки потеряли монопольное право решать в одиночку судьбы человечества. То есть функция мирового жандарма, которая есть у США, она потеряна после бегства из Афганистана, после того, что они наворотили в Сирию, в Ираке, в Ливии, сейчас в Йемене. И поэтому, когда мы говорим о том, что сейчас происходит в мире, это процесс перехода от однополярного мира к многополярному миру. А он непредсказуем. Потому что, вот посмотрите, вот мы с вами говорили, например, по Индии, что Индия, Япония, Австралия и Америка создали четырехсторонний блок. Но при этом Индия и Япония очень обиделись, что Соединенные Штаты Америки создали англо-саксонский блок в лице Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. И что в результате? Индия сейчас срочно ищет площадку переговоров с Россией. И позавчера состоялись переговоры между министрами иностранных дел Индии, Китая и России, так называемый формат РИК, где они приняли решение, что эти три государства являются мировыми державами и что они отвечают за обеспечение глобального и регионального мира. И посмотрите, по-моему, 8 декабря Путин летит с рабочим визитом в Индию. Начались контакты между Японией и Россией. Вот это все говорит о том, что англо-саксонский мир переживает кризис. И он уже в одиночку не может регулировать те правила, которые существуют в мире. И тогда они пойдут на нарушение и международного права, и вот вы говорили о Дняу, и будут нарушать и Дняу, потому что США, они не могут смириться с тем, что они потеряли единоличное право управлять миром. Но и другие ведь страны не хотят жить под этими правилами, которые устанавливает Вашингтон. В общем, как сказал один из героев фильма «Лицо со шрамом», «Нельзя недооценивать жадность других». Да. Здесь очень интересное выражение. Я бы сказал так. Каждое правительство будет сейчас защищать в первую очередь интересы своего народа. И вот Шваб, интересный такой исследователь и экономист, один из влиятельных человек в мире, он недавно публиковал книгу, он заявил о том, что COVID обострил все противоречия, и COVID разрушил глобальный мир. Каждое правительство отгораживается от других заборов. И вот то, что произошло, например, в начале COVID, когда несчастная Италия оказалась сброшенной на произвол судьбы, Европейский Союз отказался даже им отправлять маски, но Китай отправил им свою вакцину. Россия отправила им свои отряды медиков. То есть вот сейчас мир находится в раздраве. Ни о каком мы можем сейчас говорить не о глобализации, а мы говорим о деглобализации. И на первый план сейчас выходит прагматизм. Ну вот вы говорите о жадности, а я бы сказал бы, наверное, прагматизм, который заключается в следующем. Своя рубашка ближе к телу. Потому что сейчас население убедилось, только собственное правительство может обеспечить защиту их интересов. Ну, в той или иной мере. В зависимости от уровня коррупции, например, в зависимости от уровня компетенции или, как вы сказали, в зависимости от уровня жадности элит. Но рассчитывать на то, что международные какие-то организации или какое-то там мировое правительство окажет поддержку населения той или иной страны, это глупо. Представьте себе, только появился слух о том, что в Южноафриканской республике появилась новая разновидность ковида, что делают государства? Не оказывают, не бросаются на перегонки оказывать помощь этому несчастному народу, а начинают все отгораживаться, прекращают авиарейсы, прекращаются... Вводят против него карантин. Вводят против него карантин. Вот вам то, что вы называете, ну, может быть, это жадность, может быть, это эгоизм, может быть, это прагматизм, но мир сейчас настолько показал свою беспринципность, свою готовность нарушать выработанные правительством же собственных стран международные договоры и обязательства. Лавров не зря сказал, что сейчас мы сталкиваемся с таким понятием по правилам, которые устанавливают те или иные государства. Вот вам новый пример я приведу. Президент США решил провести совещание 100 стран за демократию. В форум демократии. В форум демократии. В 8-9 декабря. Да, ну, туда пригласили, конечно, самые демократические государства, в том числе Украину, например, в том числе Грузию, например, но не пригласили ни Россию, не пригласили ни Китай. Казахстан даже не пригласили. Лидеры демократии. Мы говорим о том, что Казахстан является одним из лидеров антиядерного движения, что Казахстан, он и был председателем ОБСЕ, и председателем Организации Исламского Содружества. По какому принципу подходит администрация Белого дома, составляет такой список участников. Те, кто готов прогнуться перед Вашингтоном, те, пожалуйста, те демократы. А те, кто проявляет самостоятельность, они не демократы. Это или авторитарные режимы, это или режимы, которым нельзя доверять. Тогда вопрос, зачем проводить такой форум, когда в Нью-Йорке есть Организация Объединенных Наций. Тогда получается, что Соединенные Штаты Америки намеренно отодвигают Организацию Объединенных Наций на второй план, выдвигая такие форумы, которые будут состоять из вассалов Соединенных Штатов Америки или из тех, кто согласен выполнять их волю, воюя до последнего своего солдата за интересы США. Вот я вам просто еще один пример проведу. Смотрите, англо-саксонский мир, вот в данном случае, если мы возьмем Великобританию, Соединенные Штаты Америки и Австралию, где они собираются вести локальные войны? Только не на своей территории. На территорию Европы – пожалуйста. На территории Евразии – да бога ради, пожалуйста. В районе Индо-Тихоокеанской регионы – да пожалуйста. И будьте любезны, да, воевать до последнего своего солдата. Мы готовы вам оказывать помощь. Посмотрите, 20 лет накачивали вооруженные силы Афганистана, да, вбухали туда миллиарды долларов. Где Афганистан? Или, например, вот опять же сплошной цинизм заключается в том, что Соединенные Штаты Америки сейчас говорят так. Проблема Европы – это ваши проблемы, сами решайте, а мы свои и военные, и дипломатические, и материальные ресурсы будем перебрасывать в Индо-Тихоокеанский регион. Но как можно строить предсказуемую политику в отношении с таким правительством, которое напрямую, ну, можно употребить термин нахально, да, защищает только свои интересы. И интересы не только свои, но интересы так называемого англосаксонского мира. Вспомните Первую мировую войну, вспомните Вторую мировую войну. Где эти вот англосаксонские киты вели военные действия? На территории Европы. Франция там с Германией и Россией воевали до последнего солдата, воевала там Япония, воевал там Китай, гибли миллионы людей. Кто выиграл от этого в Первой и Второй мировых войнах? Англосаксонские мировые. И сейчас, будьте уверены, да, они исходят из того, что если заваруха начнется, то пусть эти вот люди и правительство воюют за интересы англосаксонского мира, а мы будем, подобно мудрые обезьяне, забравшись на верхушку дерева, наблюдать, как они будут друг друга истреблять. Но при этом вы все-таки считаете, что до атомной бомбы дело не дойдет? Абсолютно уверен, что до атомной бомбы дело не дойдет. Вот если, не дай бог, ядерные боеприпасы не окажутся в руке террористов. Вот террористы — это безбашенные люди, да? И они могут использовать ядерные боеприпасы для своих целей. Поэтому я думаю, что задача треугольника заключается в том, чтобы стать выше своих, выше интересов своих... Мы сейчас о каком треугольнике говорим? Вашингтон, Москва, Пекин или Москва, Дели, Пекин? Я говорю о треугольнике США, Китай, Россия. Но помимо этого треугольника есть треугольник, который был раньше четыреугольником, а до этого пятиугольником. До этого был РИК, Россия, Индия, Китай. Потом стал БРИКС, присоединился Бразилия и Южная Африка. Но Бразилия отвяло, Южная Африка тоже отвяло. Теперь у нас есть еще РИК. И есть еще англосаксонский треугольник. Вот эти три треугольника сейчас, как они будут взаимодействовать, никто не знает. Потому что мир переходит от однополярного управления к многополярному. Но искусство дипломатии заключается в том, чтобы интерес этих треугольников нужно приводить к общему знаменателю. Потому что если мы вспомним наши скудные познания арифметики средней школы, то есть понятие равнобедренные треугольники. Вопрос о том, чтобы равнобедренные треугольники принести к общей сумме. Но разница в этих треугольниках заключается в том, что англосаксонский треугольник лежит вне пределов евразийского континента. А судьба стран России, Китая и Индии заключается именно от того, как они сумеют поладить в своих отношениях с англосаксонским треугольником. Большое спасибо. У нас в гостях был Буат Кучбаевич Султанов. Мы говорили о ядерной войне. До свидания. До свидания.